Все свои, сейчас успокойся. Волнение Герты объяснимо, и каждый день ее одновременно снимают сразу несколько камер. Всего на таможне работают четыре собаки. Одни ищут наркотики, другие взрывчатку. Изначально я попугал собаку, как на поиск наркотиков хотел. Но была команда, что нужна собака на поиск взрывчатки. Мне пришлось ее учить на взрывчатку. Интроскопы, рентген и детекторы обнаружения взрывчатки. Таможня Международного аэропорта Казань оборудована самой современной техникой. Вот, к примеру, система Кальмар достанет все и везде. Так вот, кольцо, учебная закладка к кольцу. Затем у нас закладка денежные знаки. Если человеческий глаз видит не все, то от рентгена не скрыть ровным счетом ничего. Причем, по словам сотрудников таможни, его излучение для людей абсолютно безопасно и очень часто помогает выявить не только, что человек проводит снаружи, но и внутри себя. Психотропные вещества, холодное оружие и даже чучело редких животных, чего туристы только не везут из-за границы. Но мимо этих людей в погонах ничего не пройдет. Сейчас в аэропорту работают 72 таможенника. Они же обслуживали универсиаду, водный чемпионат мира и Кубок конфедераций. Если там татарстанцам помогали коллеги со всей страны, то на футбольном мундиале все сложнее. У нас чемпионат мира проводится в нескольких городах Приволжского региона. И поэтому на этот чемпионат у таможенных органов не будет возможности привлечь должностных лиц из иных таможенных органов. Чемпионат мира по футболу изменит многое в системе таможни. Так с началом турнира начнет работу программа «Таксфри». Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Субтитры создавал DimaTorzok